И всем привет, ребят! С Мистер Байк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас 5 апреля, это значит, что у нас в игре сегодня появился новый спецрежим. Я думал до последнего, что это первоапрельская шутка, и то, что у нас Орех не добавит режим 35 на 35. Но этот режим появляется, и сегодня мы по нему сделаем обзор, посмотрим, каково это 70 игроков, будет ли лагать у меня вообще карта, насколько хорошо будет это все дело работать, ну и насколько вообще комфортно играть в режим 35 на 35. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас руководил аккаунт Кистан Тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Ну а я, в свою очередь, возьму сочетание дальнобойное суперское, возьму Ареса Грома с Гипериончиком, запикаемся сейчас в матчмейкинг, нужно еще поменять резисты, так как наш спецрежим уже завершился. Так, ну и возьмем, наверное, давайте вот такой вот резист для начала, посмотрим там уже что будет и по делу, если что, поменяемся. Не знаю, как это будет, 35 на 35, но, как я понял, у нас режим TDM очки. И, соответственно, 35 на 35 в TDM-ке должна быть просто лютейшая развалочка схождений. Посмотрим, насколько это будет вообще жестко, насколько это будет интересно, ну и насколько это будет вообще сложно, да, потому что, ну, режим 35 на 35. С одной стороны, как бы большое количество фрагов должно быть и большое количество мясных игроков должно быть, да, с одной стороны. С другой стороны, может быть такая лагодрочка, что будет очень и очень сложно в этом плане, да, и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому посмотрим, 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 куда она закинет, но что-то как-то уже долго не бросает. И это как-то странно, по идее 35 на 35 должно быстро закидывать в режим, а тут долго не бросает в катку, при том, что я соло, быстрый бой, как бы, ну, не быстрый бой, как бы, а спецрежим, но всё равно, как бы, в моём понимании, должно быстро всё это дело прогружать. А тут бамы, чё-то нету контента, не понял чё-то как-то прикольчика. Так, а что у нас вообще по заданкам сегодня появилось, пока меня бросает, можно посмотреть. Топ-3, один раз попасть, 50 аптек, 50 брони, 50 дд, 50 нитры и 50 мин. Короче, припасы и топ-1 попасть, да, и 5 ультриков в карманчик можно залутать. Ну, в принципе, неплохо. Плюс сегодня у нас появились новые недельные, новые недельные и новые ежедневные. Ну, понятное дело, ежедневные, так и особые, да, ещё что-то должно было появиться. Три боя, боевой пропуск мне надо приобрести. Давайте приобретём, я, кстати, даже не заходил, что у нас там в боевом пропуске. Из интересного, может, что-то есть. А, ну всё, меня закинуло в бой, поэтому не успел я посмотреть, что там у нас ещё в челлендже интересненького, вкусненького. Так, ну что, смотрим. Долго что-то как-то, если честно, забрасывает. По идее, на такие большие карты должно быстро запикивать. Да, о, чего, 200 киллов уже у типов? А что, тут нет досрочки? 200 киллов уже есть? Офигеть, а что у меня с графикой? Не понял. А что у меня с графой? А, типа автоматически у меня фулл графа выключилась? Оно, походу, реально автоматически мне фулл графу вырубило. Не понял прикола. А, давай сирика посмотрим. У меня тут с графикой... О, реально? Подождите, а если я так максимум поставлю? А, ну вот так стало, как у меня было, да? Оно мне, походу, реально специально взяло и графику понизило. Так, ну, фпсик... Фпсик в моменте просаживается. Это я уже вижу, да. Он уже нестабильный, нестабильный фпсик. Голдов падает, кстати, супер много. Так, ну и мясных танчиков против я тоже вижу большое количество. Соответственно, подконтактичек даем не кисло. Ух ты, как у меня фпс всажается просто ептить, ребяточки. Вот он, боечек 35 на 35. И у меня фпс уже просто умирает. Просто в сороковочку ухожу, ептить! Да, не, ну это мясная темка. Это просто мега мясная тема. Жесть, сколько игроков в такой катке. Но при этом, да, то есть даже сама игра, то есть автоматически мне понижало... Понижало качество картинки, да? То есть до того момента, может быть, они специально сделали параметры. То есть когда я вхожу в бой, чтобы у меня параметры картинки были меньше, да? Чтобы не лагало. То есть вот если, например, я возьму сейчас... Вот это мои стандартные, да, на которых я всегда играю, да? И вы видите, что уже здесь и пинг что-то прыгает. Но, по идее, на пинг никак ничего не должно влиять. А вот фпс-очка у меня просаживается, да? Ну и вы видите, что сама картинка, она не плавная, да? То есть она не такая ровная, не такая прям приятная, которая она должна быть. Так, ну вообще, если честно, под такие... А, 300 киллов у нас. Под такие мясные танки, ну по-хорошему, каточка-то вкусненькая. Тут можно нормально так бэмсить на грамме с дальности. Так, ну давайте пикаем еще одну. Давайте пикнем еще одну. Так, ну в моменте, конечно, фпс-очка так просела. 300 киллов сделали ограничение. А то если было бы 160 киллов, то как будто бы это было бы супер-супер мало с ограничением. 300 киллов это уже, в принципе, ну вполне себе нормальное ограничение, да? То есть 300 киллов уже не так быстро бьется. Хотя, вы видели, да? То есть катка у нас прошла сколько? Ну грубо половина времени, да? Грубо половина времени уже была досрочка. Ну, наверное, с одной стороны наоборот это хорошо, с другой стороны хуже. Но в любом случае я уверен, что если вот вы берете вот такие вот всякие интересные комбины сплэшовые, да? То есть противники 100% в таких режимах 35 на 35, они будут кучковаться. То есть вот на таких там гром на дальность, там вакуумка какая-нибудь, там магнум с вакуумкой, там. То есть вот именно такие сплэш-пушки, они в таких режимах должны просто максимально жестко раскрываться и давать очень большое количество киллов и прибыли, соответственно. Так, меня закидывает на еще один такой же самый дюсик, только уже за другую базу и за начатый дюсик. Ну и вы видите, да, что опять происходит с моей фпской. Опять моя фпска мне говорит добрый вечер, как будто бы, да? Как будто бы говорит мне добрый вечер. Так, что тут противники есть? Ну, что-то тут есть, да. Пробуем что-то на урончик сыграть. Просто берем на широкой. Особо с аресом на дальность... Ой, с аресом, говорю, с громом на дальность я все равно. И куда ехать не должен, поэтому стоим на широкой. Пытаемся накидывать урончик. Ну и можно сейчас немножечко покомбинировать качество, да? Можно немножечко потушить качество. То есть, ну, в моменте вот сейчас, кстати, нормально уже, да? То есть, чуть-чуть полагало, полагало и вроде как стабилизировалась моя шестьсятка. Но если думаю, что двигаться по карте прям жестко, то я думаю, что будет у меня все-таки фпсик проседать. Да, ну тут я думаю, что если у тебя, конечно, суперсильный компьютер, то, в принципе, наверное, все будет хорошо. У меня уже на сегодняшний момент времени просто, ну, такой уже. Компьютер, наверное, относительно тех, которые есть, уже не считается, наверное, таким супермощным. Хотя, по идее, для танков это все равно должен быть сильный ПК. И ПК, на котором, ну, по идее, лагов не должно быть, да? Но немножечко просадочка есть какая-то, да? Вы можете в комментариях тоже написать, как у вас вообще, лагает, не лагает? Насколько лагает сильно, если лагает, да? Ну и вот сейчас мой, кстати, подрывничок мог сработать, но не сработал. Как раз подрывник на ареса для тех игроков, которые там в упор ко мне сближаются. Так, пока у меня 55 очков. Очков что-то как-то маловато, надо найти какую-то зону, где противников много. То что-то как-то вроде как карта-то здоровая. Да, противников-то я особо сильно-то не вижу. Что-то, ну, вот там вот респится, да? Какое-то определенное количество танчиков. Но тут больше мне тиммейты мешают, если честно, наносить урон. Не могу никак через тиммейтов накидать урончик. О, там вот под сплэшик можно поймать сейчас какую-то движуху. И, кстати, здесь рельса может быть еще с пробитием. Ой, с пробитием, с... Как оно называется? Которая сквозь танки пробивает каждый следующий танк с повышенным уроном. Она тоже здесь может работать очень превосходно. Забыл я название этого устройства, но вы поняли. Гиперпространственный вроде снаряд, если не ошибаюсь. Так, ну вот здесь какой-то сплэшик я нашел. Какой-то контентовый сплэшик есть. А, кстати, режим без овердрайвов. Нафиг я ареса вообще взял тогда? Я думал, что-то тут с овердрайвами. А сейчас смотрю, овердрайвов у нас-то нету. Каточка-то без оверок. Понял. Понял я прикола. Без овердрайвов режим, значит. А я-то думал, что-то с оверками. Еще и овердрайвы. Но, наверное, овердрайвы отключили специально, чтобы жесткость суперсильно не лагала. Хотя, с другой стороны, да, если вы убираете овердрайвы, тогда почему у вас гранаты остаются в режиме? Да? То есть гранаты, значит, оставили, а овердрайвы убрали. Да? То есть тоже как-то странно, если честно. Так, ну у нас уже 140 киллов. Уже 140 киллов. Бэ, ну очень сильно мешают тиммейты. Прям мега сильно мешают тиммейты вот из-за того, что так много игроков. То есть я, в принципе, рад, что много противников, да, и то, что можно по ним покидать урончик там вот на таких вот вооружениях всяких интересных, да. Но супер большое количество тиммейтов мешает тебе просто понаносить урон нормально. Да, и надо как-то уже двигаться вперед, что ли. Но на ареса громе на дальность как-то особо сильно вперед-то двигаться тоже не хочется. Ну ладно, здесь супер большая карта, поэтому, в принципе, даже на такой средней дистанции у меня есть возможность наносить очень хорошие цифры урона. Ну и пробуем кидать, пробуем смотреть, что у нас из этого выйдет. Пока выглядит все прикольно. Учитывая тут факт, что я играю еще не так много тут времени, а уже тут келочки так открываются. Прям супер приятно. Ну а как по-другому должно быть? На таких картах, где 35 на 35, ну по идее оно все-таки должно работать, да. То есть большое количество противников дает тебе возможность дамажить очень много урона, да. Поэтому здесь вот у кого, ребят, позволяют компьютеры, я бы, честно говоря, советовал бы вот искать всякие такие сплэш-комбинации, да, какие-нибудь. Ну вот такие интересные. Там можно страйкера, можно магнума, можно грома, гаусса там даже того же, да. И пробуйте запикиваться и играть именно на келочки, да. То есть тут как бы такая-то ДМ-ка, она позволяет делать большое количество киллов. И в моменте мне кажется, что можно прям очень хорошие деньги оттуда забирать. Посмотрим, кстати, сейчас что будет вообще по катке этой, да, по итогу. У меня 11 к 1, ой, к нулю вообще счет. Но в моменте, конечно, тут немножечко подлагивает. Поэтому, наверное, неспроста мне игра понизила качество. Так, ну и вот, человек пишет, у меня 3800, пришлось настройки графики занизить. О, нифига себе, у меня, видюха, кому интересно, у меня 1050 Ti, а вон человек пишет в чате, что у него 3800, 80-е. И при этом он понизил графику, чтобы у него не лагало, да. То есть у меня, значит, на 1050, на фуловых, значит, так же само плюс-минус, как у него на 3000, наверное. Ну, такое, конечно, если честно, в моменте, что даже на таких сильных видюхах оно лагает. Но 14 киллов у меня уже. 240 киллов у нас на катку. Ну и по ощущениям здесь должна быть досрочка. На 300 киллов катка. Посмотрим вообще, что по итогу будет, по табу. Я, по сути, стою вот все время на одном и том же месте, да. То есть там противники респуются, да, и мы просто накидываем урончик под их респаун. Но урончик залетает вкусный, но бомбовый, я бы сказал. Бомбовый. Только единственное, вот как я сказал, это мешают тиммейты. Да, то есть тиммейты, это вот прям зло конкретное. Если бы не тиммейты, то можно было бы еще больше киллов бы делать и еще больше урона наносить. Потому что тиммейты в моменте просто вам мешают наносить урончик. Но один факт того, что здесь будет всегда досрочки, и то, что вы здесь можете заработать большое количество очков, это 100%. Прямо вот 100%. У вас есть, будет возможность. Но при этом есть и лаги, да. Без лагов уже. Никуда, никуда не деться без этих лагов. Ну и, наверное, надо еще искать всякие интересные комбиночки. Тогда будет вообще плотный контент. Так, 19 киллов у меня по итогу. 10 киллов остается до конца командных. Очень быстро заканчиваются катки, если честно. При том, что я стоял все время на одном месте. И даже не смещался. А тут, кстати, можно было и по другое смещение зоны играть. Но вот опять тиммейты. Опять тиммейты мешают здесь наносить урон. Так, ну и, кстати, здесь тоже повышенный шанс выпадения голдов. Но не знаю, кому здесь интересны голды. После супер голдов, как будто бы обычные голды уже не так ценятся. И не так интересны. Так, ну по итогу за катку я получил 4 звезды. За полдосрочки 4 звезды, 19 киллов и 2000 кристаллов. Если выжить с такой катки тысяченку, ну я не знаю, с досрочкой реально тысячу выжить. То есть, ну можно тогда заработать какие-то интересные цифры. А так, ну с одной стороны это прикольно. Да, с одной стороны это фаново. С другой стороны вы можете проверить мощность своего компьютера. Да, и насколько вообще для танков ваш компьютер мощный и может справиться с каткой 35 на 35. Поэтому как-то так. В целом я бы сказал, что прикольно. Да, если бы еще не лагало бы, то было бы вообще бомбу. Можно было бы какими-нибудь сплошь пушки найти и просто давать суперконтента. Потому что мясных танков супер много будет в таком режиме. Пишите, что вы думаете по поводу нового режима. Играли в нем, не играли. Лагает у вас, не лагает в этом режимчике. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу есть в описании. И присоединяться в наш дискорд сервер. Ссылочка на дискорд сервер есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok